Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк, расскажу вам об украинской беспилотной авиации. О ней сейчас очень много говорят. Украинцы делают очень много вещей первыми в мире. Например, разбивают уже вертолеты первыми в мире с использованием беспилотных аппаратов. Также очень массово применяют беспилотники для борьбы с вражескими беспилотниками. Сейчас целые подборки этого видео. И сейчас я вам расскажу чрезвычайно, ну скажем, забавную и в то же время поучительную историю о беспилотной авиации Украины и России. О ее начале, так сказать. Которая показала вектор всей ситуации. Ну, если говорить вообще о воздухоплавании, то его изобретателями до сих пор считаются французы, братья Монгольфье. Это 1783 год. То есть, сами аэростаты назывались в свое время Монгольфьерами. Это братья Жозеф Мишель Монгольфье и Жак Этьен Монгольфье. И вот, сейчас я вам расскажу самое главное, правдивую очень историю о том, об украинских беспилотниках, ну и российских тоже. Таким образом, в то же время следует сказать, что впервые массово, достаточно очень массово все эти беспилотные так называемые аппараты применялись еще в Китае. Представьте себе воздушные шарики китайские. Но братьям Монгольфье удалось их масштабировать, во-первых. То есть, сделать очень большими. И кроме того, потому что в Китае считалось, что есть некая граница, выше которой нельзя сделать их больше. И кроме того, сделать их, собственно говоря, управляемыми. Самое важное отличие беспилотных аппаратов. Или уже пилотируемых даже. И таким образом, как это все происходило. Таким образом, почитали эти братья Монгольфье, различных ученых, и считали, что все происходит благодаря электричеству. То есть, они думали, что это не за счет расширения воздуха, а создается некое динамическое электричество, и потом статическое электричество. И, соответственно, наполняли оболочки шаров продуктами горения, мокрой шерсти и соломы. Потому что, ну, скажем, оно больше соответствовало облакам и их химическому составу облаков. Короче, они считали, что если чем-то таким облачным наполнять, соответственно, электричество потянет вверх. Но тут они посмотрели, когда-то сидели, эти Монгольфье, ну, как, знаете, эта история о яблоке, которая упала на голову Ньютона, что-то приблизительно похожее произошло и с ними. Вот, они попытались создать бумажные шарики. Бумажные у них очень хорошо полетели, убежали от них, летали над городом, соответственно, срывали аплодисменты, и они уже начали пытаться сделать полет управляемым. И вот первую модель будущего аэростата, то есть Монгольфьера. Братья смастерили в 1782 году с шелковой оболочкой, легкой относительно, и под отверстием они жгли бумагу, воздух внутри шара разогревался, модель поднималась, управлялась очень плохо, но, тем не менее, они соорудили этот полет. Аппарат достиг почти 2 километра в высоту полета. То есть, представьте себе, удивленные все эти глаза. Потом они запустили экипаж в этот беспилотник, барана посадили, петуха и утку, и посмотреть, как они там выживут. Потом, соответственно, в том же 1783 году отправили людей уже. Экипаж из двух человек пролетел над Парижем. И фактически это был первый полет человека на летательном аппарате. Как они управляли этим всем? Ну, сжигали солому. Почему солому? Потому что она легенькая, ее можно было набрать, она очень быстро отдает тепло. И, соответственно, можно, если каким-то образом манипулировать этой соломой или, там, скажем так, организовать ее поставку в эту топку, то, соответственно, получался почти управляемый полет. Ну и дальше это все очень бурно развивалось во всей Европе. Газеты это все печатали в огромном количестве. Все были в шоке, что в небе летают. Эти все слухи доходили даже до России. Представьте себе в те времена. Ну и дошли они до Украины. Это горячка. И вот первый воздушный шар в Украине был создан в следующем году после братьев Монгольфьеров. И он гораздо более продуктивный с современной точки зрения. Почему? Потому что он работал не на соломе, а на горелке на жидком топливе. Это был, можно сказать, рывок вперед. Жидкое топливо на спирту, понятное дело, да. На горелке почти. И кто изобрел? Это известная история. Она описана в газетах того времени. То есть ничего здесь не придумано. Все, как всегда, очень верифицированная история. Значит, был такой Игнатий Мартынович и Непомог Герман. Игнатий Мартынович профессор. Он такого смешанного происхождения. И Непомог Герман. Кто он еще спорит? То ли чех, то ли немец. Почему? Потому что Непомог это святой такой чешский был средневековый, 14 века, соответственно. И у немцев он тоже многих назвали Непомогами. И, соответственно, в 1784 году, то есть через год после братьев Монгольфье, над садом Бельских во Львове поднялся шар без пассажиров с автоматической горелкой на жидком топливе. То есть поставлялась она автоматически. Практически беспилотник, можно сказать, бензиновый. И, соответственно, как Монгольфье догадались, братья, как они догадались об этом, они сушили над камином вроде бы, как Ньютон со своим яблоком, говорят, тот легендарным. И здесь тоже легенды рассказывают, что они сушили над камином одежду и смотрели, как, соответственно, пар поднимался вследствие тепла. Вот. Поэтому в Украине, надо сказать, что вот эти Монгольфьеры были, ну, аэростаты, их было очень много. То есть это они только начались в 1784 году. Потом появились и в том числе и пилотируемые. Ну, практически где-то там в 1700 каком-то, в 96-м, по-моему, году над Львовом пролетели. Уже начали на этом бизнес делать, рекламу устанавливать. Соответственно, были желающие прокатиться за огромные деньги. Ну, короче, то есть это жажда открытий, возможности свободного полета. и надо сказать, что закончилось с первым аэростатом. Не очень все хорошо. Ну, то есть он первый поднялся на 100 метров в высоту, всех поразвлекал, а следующий загорелся от горелки этой, соответственно, несовершенной. И потом все это опустилось вниз. Кто вот этот Игнатий Мартынович такой смешанного происхождения, в том числе хорватского, вот, и, соответственно, он был профессором во Львове. Сдружился с врачом Непамуком Антонием Германа. Вот. Надо сказать, что эти шары в действительности не маленькие, они огромные. Ну, если барана там катали и все остальное, то есть сотни квадратных метров, то есть это было дороговато в те времена такие эксперименты. Но делали. Один поляк на Подолье у нас тоже пытался это все делать у него в речку упал этот, соответственно, ну, тоже 18 век еще в те времена. Ткань пропитывали, соответственно, смесью оливы и воска и там малейшая искра, она только воспламенялась совершенно. Вот. Но людей двигала это все мечта вверх. И очень интересно, желающих какого-то одного попытались посадить учителя физики, который разрабатывал это все. Мол, ты разрабатывал, давай и садись в этот шар и лети, учитель физики. Пока. Ну, короче, первые вот эти все попытки посадить пассажиров и пустить над Львовом, они были успешны, в общем-то, потерпевшим не было. но когда сгорело соответственно это все эти шары, несколько шаров сгорело без пассажиров, то немножко это все охладелось и прекратилось. надо сказать, что вот этот, кстати говоря, Герман, Непумук, Герман, профессор, он был каким-то врачом во Львове и соответственно ну фактически его второй раз он понял насколько они влетели по деньгам с этим шаром и он написал в газете цикл заметок о воздушном шаре, ну собственно говоря из которых мы это все и черпаем это известие называется Докторские заметки о воздушном шаре это тогда же в 18 веке и он утверждал что полеты вредны для здоровья что над землей человека ждет ядовитый воздух на электризованная атмосфера быстрое движение эфира водород который используют для надувания может погубить всех кто стоит недалеко от этого шара в перспективе весь уезд и даже всю страну представьте себе ну почему так наверное потому что он чувствовал что он неудачник что он прогорел в финансовом смысле на этом все ну и вот такая вот была история вот это реальные истории кстати говоря высказывались опасения что благодаря воздушным шарам участятся случаи похищения невест женихами что они смогут садиться и невест соответственно с собой брать но потом приехал во Львов еще один хорват почему-то хорваты любили летать Маранович и он тоже в садах в садах феодалов местных яблоновских запускал перед всеми львовянами это 1792 год газеты пишут газеты во Львове уже было очень полно и людей соответственно запускали опять-таки на жидкости это все вот и оркестр гренадеры поют и все соответственно поднимаются и летят над Львовом это 1792 год и а в 1796 был первый ночной полет аэростата над Львовом ну и в провинции в том числе не только во Львове но и во Львовской провинции доктор Желиховский запускал но это в Братславском воеводстве это не совсем возле Львова ну ладно такая вот история в Российской империи что происходило как всегда россияне полетели за счет своего звездежа очень быстро полетели тройка птица тройка в действительности царица на это все посмотрела и запретила летать из-за опасности пожаров царица специальный выпустила указ 1789 1884 года того же Екатерина вторая указ о запрете запускать воздушные шары из-за опасности возникновения пожаров представьте запретить это в России было и тогда но россияне были бы не россиянами если бы они потом не рассказывали после развития воздухоплавания что это все они исконно посконно затырили самыми первыми и вот россияне конкретно некий сула кадзев немножко грузин немножко немец россиянин из Рязани и соответственно он выдумал потому что он немножко грузин немножко немец выдумал историю о том как соответственно в Рязани в 1731 году запустили какой соответственно запустили воздушный шар и написал что немец скрещенный фурцель и какой-то кавказец запускали шар но русским патриотам не понравилась эта совершенно сказочная история которая была написана этим полугрузинам для того чтобы так сказать себя превознести наполовину немцам наполовину грузинам сулакадзевым и некий российский патриот потер там все в этой записочках 18 века даже 19 представьте себе брали так что и потер и оказалось что там некий вместо крещеного немца оказался какой-то крекутной был крещеный оказался некий крекутной немцев фурцеля фурцеля это еще звучит немножко немножко неприятного но как бы по-немецки звучит как выпускать воздух извините как-то не очень оно звучало но так выдумал этот полугрузин этого фурцеля в силу так сказать своего воображения вот и воспитания и соответственно этого фурцеля который просто бросался в глаза его вычеркнул какой-то российский патриот и туда крекутного записал из города нерех ты вроде бы в единственном сообщающем об этом событии источника рукописи вот этого коллекционера и одновременно фальсификатора истории начала девятнадцатого века сула кадзева написано сначала было нерех вот эти слова крещеный немец было изменено на нерех крекутной фурвин а сначала было немец крещеный фурцель ну короче двойная фальсификация в попытках так сказать себя возвысить двойная фальсификация но это было бы еще ничего потому что этот сула хадзи он никак эту версию не продвигал соответственно ну то есть он понимал насколько это все смешно выглядит в отличие от других своих фальшивок он ее не продвигал особенно но нашли же нашли же те кто начали продвигать то есть начало перед первой мировой войной когда соответственно с немцами конфликт нужно было развивать что вот мол россиюшка там чего-то там выдумывает ну и этого крикутного начали везде лепить и и с 1900 по 1950 года полет этого крикутного фантазия этого наполовину немца наполовину грузина воспринимался как исторический факт это был период борьбы с космополитизмом проник везде в литературу в кинематограф массовую культуру в Рязань вот в 2000 годах губернаторы там рязанские в России говорили о том что Рязань это родина мировая родина воздухоплавания называется это просто такое кстати говоря бывает часто в России у них например Владимир на Клязьме город поставили памятник сказали что это памятник Владимиру великому основателю города город основал вообще-то Владимир Мономах совершенно не тому Владимир за 200 лет до него поставили памятник не знают кто кого основал и кто чему поставил но российская история о Татищеве которая вообще где-то половина всех городов ведут российских наверное больше половины ведут свои некие первые исторические записки со времен Татищеве из истории так называемой Татищеве это полная тотальная ложь полная тотальная ложь даже есть такой историк в Украине сын пророссийского историка Толочка он об этом книжку написал очень интересную кстати говоря где написал что в этом что в этом в этой лжи должен быть некий смысл как он написал этот соответственно толочка потому что Татищев например внес собственные собственные завещания в уста князю вложил то есть повыдумал всяческие похабные анекдоты в стиле петровских времен 18 века совершенно невозможные в средневековых историях ну короче фальсификатор был еще тут слова повыдумывал то есть он не понял текст оригинальной летописи и там нерядцы и он этих нерядцы влепил вообще где не угодно или там истопка истопка ну короче это как клейма вот такие лживости на всех этих на всем этом Татищеве стоят до сих пор и у россиян название городов их и история ранее городов от этого Татищева это вообще называется это не то что на песке это вообще ни на чем называется история ну и вот этот соответственно сулакадзил известный многочисленными фальсификациями текстов вот как этот его запись звучала 1731 год в Рязани при воеводе подьячий нерехтец крекутной Фурвин сделал как мяч большой надул дымом поганым и вонючим от него сделал петлю сел в нее и нечистая сила подняла его выше березы а после ударила о колокольню но он уцепился за веревку чем звонят и остался только жив его выгнали из города и он ушел в Москву и хотели закопать живого в землю или сжечь и так далее но соответственно это все было написано где-то в начале 19 века на фоне вот этих всех известий из Европы о развитии воздухоплавания надо же было сказать о том что Россиюшка впереди ну и потом один соврал чтобы немцев и грузин так сказать и как кавказцев поднять а вторые соврали для того чтобы немцев зачеркнуть и соответственно вместо грузина кавказца записали карачевец ну и то есть из города карачево ну короче лож на лжи это вся история российская вообще потрясающая история российская были еще там соответственно истории написаны о летавших о кузнеце черная гроза который поднимался в воздух на крыльях и так далее но это все уже было настолько анекдотично что даже советская история это все не подавала но надо сказать что самое смешное что все это преподносилось официальной так сказать наукой советской как реальные исторические факты то есть представьте себе издаются книжки энциклопедия русская техника значит газеты известия большая советская энциклопедия школьные учебники были написаны об этом греку представьте чему дети изучали изучали разве удивительно что они вот соответственно приходят настолько склонны к лживости и настолько податливы к лжи и считают что правда вообще не имеет никакого значения выпущена к 225-летию этого мнимого полета памятная марка в Нерехте был воздвигнут памятник к реку Тному представьте себе стела с надписью город Нерехта родина первого русского воздухоплавателя у этой стелы принимали в пионеры представьте себе а потом когда это все было разоблачено в 50-х годах при Хрущеве немножко стыдно стало это все рассказывать но тем более дали рукопись они сказали что здесь потерто вообще-то вот это даже фальсификаторская рукопись дважды сфальсифицирована и улицу Крикутного переименовали в честь Юрия Гагарина вот и соответственно очень и очень смешно но это все да ну еще большая что-то счет а вот еще центральный дом российский центральный дом авиации и космонавтики до сих пор существует диараба посвященная объемной реконструкции полета Крикутного центральный дом авиации и космонавтики представьте себе настолько насколько просто лживо российская история вот на этом очень простом элементарном примере ложь 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 поэтому друзья но мы мы-то это все знаем даже сейчас мы видим что россияне наконец-то некоторые понимать насколько лживость разрушительна они говорят что даже их выступили какие-то там деятели сказали что ошибаться можно лгать себе это плохо лгать другим это хорошо лгать себе это плохо вот поэтому друзья ставим лайк подписываемся но самое главное помогаем украинской армии которая останавливает эту лживую империйку империйку зла и империйку лжи сейчас помогаем 47-й бригаде которая воюет на Купинском или уже на Купинско-Воронежском или Белгородском направлении поэтому друзья счет внизу кто сможет тот поможет с Богом до перемоя укоро на Купинско-Воронежском